Дмитрий Торохов был призван в ряды Красной Армии в сентябре 1941 года, и его направили в школу вожатых санитарных упряжек в город Кемры. Это назначение привело молодого человека в ужас. Дело в том, что Дмитрий панически боялся собак. Он вырос сиротой, и ему постоянно приходилось побираться по деревням. Некоторые хозяева, у которых он просил еды или ночлега, спускали на него дворовых псов. Но война – это место преодоления своих страхов, и Дмитрий Михайлович, пересиливая себя, с опаской погладил собаку по кличке Бобик, которую ему дали для прохождения службы. Бобик был коренным собачьей упряжки, то есть ведущим, собакой, которая получает команды от человека и ведет за собой остальных собак. Лайка оказалась дружелюбной, и санитару даже показалось, что она ему подмигнула. С тех пор и до конца войны Дмитрий Торохов и Бобик уже не расставались ни дня. На фронт Дмитрия Торохова со своей упряжкой отправили в январе 1942 года. Военную науку ему пришлось постигать в боях под Ржевом. Не участвуя напрямую в боевых действиях, Дмитрий Михайлович все равно каждый день прощался с жизнью. Под обстрелами и бомбежками, объезжая поле боя, он собирал раненых бойцов и отвозил их в госпиталь. Обратно к передовой его собаки тащили боеприпасы и продовольствие. Пустыми собачьи упряжки ходили редко. Почти сразу же, как Торохов прибыл на фронт, его послали в батальон, который находился в окружении. Целые сутки они вместе с замполитом полка, впряженные в сани вместе со своими собаками, тянули боеприпасы к окруженцам. Боясь быть обнаруженными и готовые умереть в любую минуту, им все-таки удалось остаться незамеченными. Когда этот скромный обоз дошел до своих отчаявшихся солдат, то те бросились в объятия. Бойцы перецеловали всех собак, а уже на следующее утро смогли дать бой фашистам и выйти из окружения. Умело орудая своей упряжкой, Дмитрий Михайлович каждый день совершал маленькие подвиги, спасая человеческие жизни. Его собаки постоянно гибли и сам он несколько раз был ранен, но коренной упряжки пес Бобик постоянно был со своим хозяином и даже однажды спас ему жизнь. В один из дней, собирая после боя раненых на передовой, Торохова тяжело ранило. Немцы вдруг открыли по нашим позициям минометный и пулеметный огонь. Торохов успел лечь в лодочку, где уже был другой раненый боец и приказал Бобику тащить их в госпиталь. В тот день в упряжку было запряжено всего две собаки, и Дмитрий Михайлович помогал им тянуть тяжелую ношу рукой, отталкиваясь от земли до тех пор, пока не потерял сознание. Очнулся он уже в госпитале. Бобик смог вывести своего хозяина из-под обстрела, и собаки с честью выполнили свой долг. Был и такой случай. Проезжая мимо похоронной бригады, собаки вдруг стали показывать своим поведением, что один из приготовленных к погребению бойцов еще жив. Торохов отвез его в госпиталь, где боец скоро пришел в себя. Дмитрий Михайлович за годы войны на собачьих упряжках вывез с поля боя 1580 человек. На самом деле их было больше, но санитару засчитывали только своих. Торохов был придан стрелковому полку, а танкисты и артиллеристы имели свои санитарные издовые службы. Но на поле боя все свои и оставить умирать истекающего кровью танкиста, конечно же, было немыслимо. За время службы Дмитрий Торохов был награжден тремя медалями за отвагу и орденом Красной Звезды. К сожалению, с Бобиком судьба их разделила. После войны Торохова отправили в Москву для участия в параде победы, а когда он вернулся обратно в свою часть, то Бобика уже не нашел. Всех породистых собак распределили по питомникам, а остальных раздали населению. Уже будучи ветераном, на одном из праздников Торохов разговаривался с другим участником войны. Тот, немного помолчав, вдруг сказал, а меня ведь собаки с того света вывезли. Я молодой был, ранило меня, было больно, стонало кричал, что было сил. А ездовой строгий попался. Молчи, говорит, молчи, фрицы рядом, услышат, накроют нас обоих. Только молчи, а Бобик нас вывезет.